всем всего вы любите unity точно так же как люблю его я нет потому что я его блять ненавижу но обо всем по порядку я уже несколько раз поднимал тему таркова и unity и как мне нравится этот выбор но при всем при этом я его понимаю понимаю почему был сделан выбор в пользу этого движка и об этом сегодня и пойдет речь для того чтобы это понять нужно вернуться в прошлое во времена раша 2028 2009 год ребята ну прямо скажем ноунеймы без опыта работы решили разработать игру и уже в 2011 году начали демонстрировать геймплейные видео игра работал на cry engine 2 на этом же движке был сделан первый кризис к примеру игра выглядела вполне неплохо ну по тем временам понятно откуда ноги растут игра выглядела скажем как рискин кризиса и по факту так оно и было это была не полноценная игра а скорее модификация которая демонстрировала амбиции разработчиков но игра так и не вышла и загнулась и причина понятна 2009 2011 год это времена когда уже никто не собил деньгами если бы разработчики до кризиса 2008 года начали бы все это делать то я уверен они бы нашли инвестора время было такое денег давали всем но после кризиса найти деньги было сложно даже команде с опытом работы а тут вообще ребята с улицы у которых нет ни одного проекта за спиной кто бы им денег дал так это еще не все амбиции тогда заход скажем так в трипл и индустрию стоил много для того чтобы купить интенсионную версию движка cry engine нужно было отдать 1 миллион долларов только вдумайтесь в эту сумму сейчас за эти деньги можно разработать игру конечно и трипл и и категории b но все равно а раньше это был только входной билет только для того чтобы проверить ваши силы сможете были разработать игру с первого пытки или же нет вот и представьте в 2011 год но они мы разработчики с амбициозным проектом движке cry engine который стоит немало при этом в команде нет даже десяти человек вы как инвестор выделили бы деньги на такой проект но знаете стоит отдать должное никите буянову и команде в этом они молодцы они не бросили попытки заниматься играми а даже наоборот еще до демонстрации россии 2028 они начали разрабатывать игру для браузера и решили сделать небольшой проект на юнити чтобы набить руку при этом проект изначально представлял из себя тир буквально но потом было решено делать игру и вот тут нужно понять почему они выбрали юнити подход был тоже весьма амбициозным первый 3d онлайн шутер в браузере и на тот момент такой мог сделать только юнити при этом он стоил копейки а конкурентов не было анрил 3 стоил много четвертая часть анрила еще не вышло крэнджин та же история по факту на рынке был только один доступен по цене движок и это юнити только юнити технологи сдемпинговали цену а конкуренты которые были намного технологичнее и круче не обращали внимание на это вследствие чего выбора как такового даже и не было либо бери готовое решение виде юнити или пилить свою технологию которую скажем займет время довольно много и вот разработка начала набирать обороты точно так же как и аудитория игры для многих это был вообще шок в те-то времена 3d игра в браузере чего еще и шутер и аудитория начала расти но никто не оставлял надежды на большой проект от этих ребят и даже они сами во время стримов по контракт ворс их часто спрашивали про это ну и еще кипешки конечно же клянчили ну и задавали такие более-менее внятные вопросы ответы были в духе никиты буянова то есть не было конкретики потому что что нечего сказать но все-таки пришла пора делать что-то крутое и вот 2014 год ключевое время началась разработка ефт именно уже разработка при продакшен начался еще задолго а это уже был продакшен и вот теперь встаньте на место этих разработчиков и так 2014 год анрил 4 только вышел край энджин с ним и так ничего не ясно юнити же на не смешите меня движок неплохой отличный но тогда за получить насколько мне известно его было довольно сложно это сейчас они выпускают вроде как sdk что конечно же круто и мне даже предложили одному из первых протестировать эту версию я не знаю почему возможно соглашусь и сделаю видео посмотрим как это будет скорее всего соглашусь так вот выбор пал снова на unity и знаете почему смотрите на момент 2014 года в студии до сих пор не насчитывается даже 10 человек а старый проект нужно поддерживать верно нужно жить дальше работать над контракт ворс а значит battle state games ушли далеко не все и вот получается следующая картина имеем плюс минус 5 человек амбициозный проект на рынке технологий хэзэ еще что происходит потому что еще не все скинули цены на свои технологии да и опять же брать новый движок это нужно осваивать его ознакомиться с инструментарием и так далее тому подобное в лучшем случае нужно потратить еще полгода год а за это же время нужно еще зарплату сотрудникам платить по факту это просто большая трата ресурсов и выбор был как ни странно очевиден любой я подчеркну любой бы на их месте выбрал unity причины выбора этого движка были очевидны у всех команде уже был опыт работы с ним небольшая же команда а unity идеальный таких небольших команд также у вас есть возможность брать из контр-твост какие-либо осеты ну например на время пока они будут готовы более качественно ну и конечно же unity знаменит быстрым прототипированием вследствие чего уже через год был анонс то есть при продакшн длился два года а первая внятная версия которую можно было показать без стыда была готова уже через год и по факту если взять все плюсы и минусы на тот момент не было альтернативы но это все не значит что unity идеально подходит для этой игры на мой взгляд можно заниматься самообманом и говорит что движок был выбран потому что он самый технологичный самый простой самый крутой с точки зрения инструментария и много-много другое но это не так нужно быть немного реалистом меня бесит слепая ненависть но еще больше меня бесит слепая любовь и да я сам не объективен потому что быть объективным ну тупо невозможно и скорее всего на мое восприятие этого движка повлияли проекты из гринлайта но также я понимаю и даже знаю про более-менее объективные проблемы этой технологии большой команде он себя демонстрирует не лучшим образом это как пример просто но то что этот движок мне не нравится это не значит что игра плохая или разработчики говно я очень рад что игры все хорошо и я надеюсь что будет все только лучше прошло то время когда их было восемь сотрудников как контрак ворс сейчас их уже более ста человек игра популярна во всем мире игра настолько популярна что мне даже поиграть пока что сложно из-за проблем с серверами потому что игра не была готова к такому наплыву игроков а это значит что она сейчас приносит деньги и появляется возможность расширяться и игра будет развиваться гораздо быстрее чем планировалось изначально ну как мне кажется я надеюсь что когда battle state games приступит к разработке нового проекта у них уже будет возможность выбирать технологию или может быть к этому времени в unity ведут все технологии про которые говорят уже очень долгое время и что движок по всем параметрам будет подходить для проектов три пола и уровня пока что это не так давайте не заниматься самообманом достаточно посмотреть то что происходит на рынке увидеть что unity редко используется в больших проектах если у таркова и дальше будет все так хорошо и темпы разработки будут расти то представьте что будет когда вся эта махина из более чем 100 человек начнет разработку условной россии 2028 как бы не покрывали писюнами никиту буянова команду в целом но все эти люди почему-то не замечают что на их глазах произошел пример трудолюбия упорство ну и немножко везения и все это привело к тому что в россии появилась большая независимая студия разработчик и уже как бы сложно это не было бы скептиком признавать но с мировым именем сейчас я поставил тарков на паузу возможно из-за лагов или какие-то вещи которые знаете мне просто я от них устал но это не значит что я больше не болею за разработчиков и за это проект в целом почему-то сейчас мне уже не особо нравится тарков в последнее время что-то у меня перемкнуло я даже не знаю почему я разлюбил эту игру возможно нужно сделать какую-то паузу но я буду болеть за разработчиков я уверен что при правильном подходе они могут вырасти в студию которая будет делать проекты три пола и уровня я на это очень надеюсь но что-то мне не туда повезло что ж а на этом все если понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал также по теме группы вконтакте и подписывайтесь на вас стримы сейчас происходит не просто регулярно 24 часа 24 на 7 потому что типа идет конкурс и я там просто прямо вот вы это слышите когда вы это слышите я там уже умираю наверное так что ты книги по ссылке посмотрите живой ли я еще или нет скажем привет из прошлого самому себе чувак ты выбрал неверный маршрут ты зашел на вас то тебя там сожрут да и не забывайте про сервис корде там бывает весело мы там часто общаемся а на этом уж точно все и всем всего